Всем привет! Вы на канале ТопАрмия. На фоне глобальных энергетических вызовов России и Китай вступают в новый этап переговоров по проекту «Сила Сибири-2», который обещает не только укрепить их экономические связи, но и оказать значительное влияние на энергетический ландшафт региона. Давайте взглянем на ключевые аспекты этих переговоров и их потенциальные последствия для обеих стран и мировой энергетики. На важных переговорах с Китаем Россия придерживается своих принципов. За последние годы Россия и Китай укрепили свои отношения, характеризуемые как дружба без границ. Несмотря на это, как и у многих соседей, между Россией и Китаем все же существуют небольшие трения. Переговоры по реализации проекта «Сила Сибири-2» идут нелегко, и возникла некоторая неопределенность. Россия и Китай стремятся к получению наилучших условий для себя и не готовы идти на уступки. В то время как Пекин указывает о наличии у него нескольких альтернативных источников энергоснабжения и отсутствия дефицита топлива, он также пытается ввести переговоры с позицией силы, ожидая, что Россия согласится на его условия. Однако президент России Владимир Путин проявил жесткость. Россия не соглашается с предложенным Китаем условием, не настаивает на более выгодных для себя контрактах. Подобное поведение вызывает как уважение, так и некоторое беспокойство в Китае, где опасаются за возможное застопоривание проекта из-за нежелания обеих сторон идти на уступки. Тем не менее, в Китае надеются на конструктивное решение вопроса со стороны Кремля. И вот, например, одно из высказываний и мнений из китайских изданий. Китай не будет настаивать на условиях, которые Россия не сможет принять, но и не будет готов идти на уступки, которые могут причинить вред и его собственным интересам. А как вы оцениваете текущее состояние переговоров между Россией и Китаем по проекту «Сила Сибири-2»? Какие факторы, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на исход этих переговоров? Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топарми, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно надо найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok